друзья всем огромный привет мамулечка красотулечка готовим покушать ну по и покажем конечно что у нас новенького еще но сперва начнем с кухни готовим покушать здесь черт мишелька там варенье шейку это поджарочка поджарочка я честно говоря не знаю это алла что придумала что готовит чел готовишь суп из рыбной консервы вермишельку и котлетки котлетки где холодильники а уже в духовке стоят вот так вот вот такие котлетки с утра сходили в магазин опять же чижик кое-что прикупили здесь уже все на плите все на плите йогурта взяли вот такой йогурт ныквинский молокозавод наш рядом ныква у нас ну и конечно вот молочка цвета его также вот вкусняшку это вот такие печеньки с как сказать зефиром что ли ну десерт вот называется вот клевые кстати брали уже как-то классные штучки и вот такие палочки это все получается на суп вот горбуша дикое море две баночки а курица это отварить или что-то хочешь бульончик или что ничего не знаю и мандарины взяли мандарины взяли по 130 рублей по 139 рублей так ну ладно пока мамулька тут в принципе готовка ну тут ничего такого нету бермишель чистого с котлетами и суп как бы ничего такого этакого нету ария пойдем мы постригли арчика вот хочу показать тоже на ария смотри какой он у нас какой он у нас стал ловицы ириса 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 я покажу иди красавчик вот такой как тебя показать то видно надеюсь видно все все прелести теперь видно все прелести видно ну 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 все 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 красавчик у вас сколько аластришка вышло вот за 1300 рублей вот такой вот он у нас стал красавчик когда голова лохматая на лапках маленького ответ постоянно у нас на руках сидит сейчас еще видимо стал без этого без шерсти так это мерзнет еще маленько да арчи красавчик так ну чё до рассады дошли больше особо показывает на чем на работе дома дома на работе скоро дача будет вот там будет видео много а пока вот начинается все рассада но это больше алла я тут вообще ничего не знаю честно говоря давал маленько расскажи что тут у тебя есть вот это питание да это это все питание да мой хороший да иди на ручки да иди ко мне на ручки да пойдем 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 ну как же без тебя то а вот вот никак видите вот он хочет все на ручках быть вот это наш пульки да вот это все питание о фкалируто неудобно ещё арчи держать и залез на меня вот это все питинки это тоже вообще питун bland битвы все питим десять детальки это что такое маленькие читать правитель вы просто oh to mł eerste и ле еле видно но уже что-то там пробилось это тоже иостома так погоди это что такое вот это гацания блин я ее рано посадила это гацания понятно а если на пол спустить пускай кусты стоят на полу они сами по себе не высокие они уже будут прям цветы к апрелю так а в апреле их только садят в марте конце марта в начале апреля я посадила феврале два месяца раньше вот это что только маленькая еще раз маленькая лобелия лобелия короче вот это у нас друзья на подоконнике это все цветы это у нас тюльпан да я как-то о нем говорил сломанный у нас нас стоял диван у подоконника он туда закатился мы когда уборку делали его обнаружили диван отодвигали и по за решили посадить он вырос так и последнее когда вот это вот это что у нас такое это виола это виола это виола а в пакетиках у нас тут парничках это тоже да цветы там виола ампельная ага ну понятно короче в этом году у нас на саду будет не сад а цветник еще момент я сегодня буду ставить на стоечку вишневую купил вакуумные крышки покажу как это все работает очень интересный процесс насколько я знаю вот прикупил смотрели вишня вот димки горилл коробки выкили это у него все с подарка еще стоят коробки с клавиатуры которые модели вот короче прикупил вишню афганскую вишню очень классный аромат вообще пахнет обалденно прямо в вишни с косточкой я уже делал то есть для настойки понадобится вишня понадобится корки апельсина тоже их уже подготовил они у меня уже давненько и понадобится вот такая вот смотрите корица именно в палочках потому что ее легче процеживать вот такой вот набор ну и сахарный сироп но это уже потом сейчас в общем у меня есть свой спирт ректификат я его сейчас разбавляю до 30 градусов до 30 процентов и буду настаивать вот это вот все где-то примерно дней пять так вакуумные крышки еще не показал сейчас тоже покажу и пойду наверное за разбавлять уже непосредственно спиртик так вот или вакуумные крышки называется вот фирма вакс такие прикупил они ускоряют процесс настаивания это насос сейчас все покажу в деле как это все работает и крышки тут для разного диаметра вот маленько неудобно конечно мне мне больше нужны были для трех литровых банок а их только тут три ну ладно вот то есть 9 литров получится настойки вот это вот примерно у меня пойдет как раз на 9 литров вот это все так ну все друзья иду за моей так сказать сортировочкой сейчас я разбавлю до 30 как говорил получается 9 литров и с вами будем уже это все засыпать по банкам и пускать под вакуум подготовил вишню тоже всю помыл промыл хорошенько так принес весы еще дополнительно здесь вот у меня сортировочка я подготовил 30 процентов по спирту надо литр понятная через вот этот мерный стакан буду заливать так будет удобней в каждую банку так давайте наши весы включим и по 300 грамм вишни ну получается даже не по 300 наверное а тут килограмм по 330 добавим в каждую банку сперва затарим так давайте посмотрим 330 грамм вообще по 300 по 300 грамм но я просто чтоб она не оставалась так то в принципе у меня еще есть еще вишня есть давайте сделаем по 300 как положено по 300 грамм вот 300 грамм этого стока все пересыпаем аккуратненько в баночку так делаем в каждую банку потом будем добавлять корку апельсина и по одной палочке корицы немного вишни у меня осталось у меня еще есть наша вишня которая садовая наша в холодильнике лежит я наверно там все-таки добавлю и потом на этом еще сделаю на стойку так ну вот получается три банки вот вот так примерно получается количество так следующее давайте добавим корицу корица здесь у нас вот такие ну три палочки четвертая маленькая давайте мы четвертую оставим вот для этой будущей настойки а в эти банки по одной палочке бросим все так и тоже отмерим корочку от апельсина это своя сушеная корочка ох как апельсином пахнет хорошо так но мы его наверное взвешивать не будем ну давайте для чисто для так сказать чтобы вам было понятнее взвесим все таки вот примерно вот столько на одну банку посмотрели если какой то не нравится то лучше его не ложить вот 20 грамм давайте 30 по 30 грамм 300 грамм вишни 30 грамм грамм получается корки апельсина сухой вот 30 грамм вот по столько по 30 грамм добавляем одна палочка корицы и 30 грамм сухой корки цедры апельсина все в каждую баночку делаем то же самое и заливаем сортировочкой уже делаю не первый раз получается очень вкусно настаивал только 20 дней потом добавлял потом ягоды все убирал добавлял сахарный сироп и еще настаивал 10 дней но сейчас нас вакуумные крышки по моим подсчетам у нас настаиваться будет пять дней и потом мы снимаем с осадка убираем ягоды все добавляем сахарный сироп грамм 300 один к одному сахар вода и еще будут настаиваться еще дней пять то есть по итогу через десять дней наша настойка вишневая будет готова теперь накрываем вакуумными крышками поближе покажу вот такой вот имеется насос вставляет сюда первый раз и пользуюсь и начинаем качать смотрите что у нас банки происходит все начинает бурлить и подниматься к верху весь воздух оттуда выгоняем интересный процесс смотрите еще раз ускоряет в два а то и в три раза даже настаивание так ну все готова наша настойка сейчас я и в общем уберу в темное место на пять дней будет настаиваться потом буду убирать еще раз повторюсь да уже говорил буду убирать ягоды корки вот это все процеживать на покраснеет станет красная все это уберу и вот в этом пустое это особо освободившееся место когда ягоды уберу освободиться в это место ориентировочно 300 грамм сахарного сиропа один к одному залью и еще дам дней пять тут тоже можно также загнать под вакуум вакуум работает видите как все поднимается ягодки еще остались это хорошо у меня еще говорю есть свои ягоды с нашей вишни вот они остатки их надо вместе сделать и даже еще ирга но я иргу не знаю даже юнера использовать надо не надо не знаю а эту вишню я сейчас соединю все вместе и еще можно мы даже поставить удары еще на одну банку даже хватит такой у меня просто вакуумных крышек нету ну ладно поглядим аллочка закончила уже готовить пойдемте сходим на кухню посмотрим чем сейчас будем обедать обедать да еще у нас обед о котлетки вот такая красота котлетки шницели клёвые частей кстати покупаем вермишелька вермишелька супец рыбный супец да да буду и это курица просто отварная курица то есть но мало ли не хватит мяса то есть и бульончик да на тихонечко начинает приводить себя в порядок к лету будем наверно уже овощи тушить я вас ребята наверно не особо едят но надо как-то надо привыкать надо привыкать к овощам ну все друзья мы садимся обедать всем приятного аппетита в принципе новостей не так много но что у нас новенького есть я конечно же вам с вами поделился все вам рассказали все ну все до новых видео всем пока не забывайте подписываться на канал нажимать на колокольчик все пока друзья сядем маленечко покушаем перекусим так сказать время у нас два часа скажем условно обед пока друзья до новых видео у нас два часа